Ола, мигас! На связи Матвей, и сегодня, как в старые добрые времена, у нас будет обзор на смартфон, но при этом смартфон не обычный, а самый лучший от компании Xiaomi. Речь идёт про Xiaomi 11T Pro. Более того, этот смартфон является одним из самых дорогих смартфонов Xiaomi. Выше него стоит только Mi 11 и Mi 11 Ultra. Этот эксклюзивчик попал мне в руки на Новый год в качестве подарка родственника, и я вот просто не мог не записать на него обзор, не мог не скачать на него Fortnite и не сделать видео для вас. В этом видео мы кратко и понятно разберём камеру, корпус, экран и другие нишеки этого телефона. В общем, будет мега интересно, поэтому никуда не переключайтесь. Ну и перед тем, как мы начнём, хочу обратиться к зрителям этого видео, которые обладают смартфоном на базе Android. Если вы таковым являетесь, любите открытые миры и свободу действий в играх, то обратите ваше внимание на лучший GTA Online сервер на Android BarVich ERP. Данная игра предоставляет полную свободу действий и лучшую возможность самореализации себя в ней, как в реальной жизни, и всё это в твоём телефоне. Здесь ты сможешь найти знакомые тебе машины, подъезды, дома, в общем, всё тебе родное. Здесь ты сможешь стать кем угодно, работая обычным доставщиком еды, стражем правопорядка или строить карьеру воинской части. Ну или можешь свернуть на сторону зла и стать главным криминальным авторитетом всего сервера. Твоя судьба в твоих руках. Сейчас я тоже начал активно играть в BarVich ERP на четвёртом сервере, поэтому, бро, если хочешь играть вместе со мной, то обязательно качай эту игру по первой ссылке в описании в два клика совершенно бесплатно. Регистрируйся тоже на четвёртом сервере и при регистрации вводи мой никнейм Матвей Мотивкар. А после подтверждения своего игрового аккаунта, если ты хочешь на начале игры целых 120 тысяч халявных рублей, то вводи мой ютуберский промокод хэштег Мотивкар. В общем, ребят, игра реально годная, рекомендую всем её хотя бы попробовать, уверен, вы оцените. Ну а теперь давайте вернёмся к обзору на Mi 11T Pro. Собственно, вот наш сегодняшний красавчик в чёрном цвете, всё по классике. Цены на этот телефон в России официально начинаются с 50 тысяч за версию 128 гигабайт и заканчиваются на 56 тысячах за версию 256 гигабайт. Этот, кстати, на 256. И сейчас мы проверим, стоит ли Mi 11T Pro своих денег. Начнём, пожалуй, с внешнего вида и дизайна. По стоимости можно догадаться, что этот телефон сделан не из дешёвых материалов. Бока этого телефона выполнены из алюминия, местами можно заметить хирургическую сталь. А задняя панель выполнена из чистого стекла с особой гравировкой, которая достаточно красиво переливается на свету. Несмотря на то, что этот телефон намного толще iPhone 13 Pro, благодаря его сглаженным краям он выглядит тонким. Но даже несмотря на такие габариты, этот телефон достаточно лёгкий, весит всего лишь 204 грамма. К сведению, iPhone 13 Pro Max весит 238. Ну а так, всё по классике. Снизу слот для одной сим-карты, разъём под зарядку USB-C и стереодинамика, которая находится с двух сторон телефона. Ну а также сканер отпечатка пальца, встроенный в кнопку включения. Как по мне, самый удобный вариант. Ну и гигантский вырез для трёх камер, который даёт нам понять, что этот телефон фотографирует, если не так же, то намного лучше iPhone 13 Pro. Это, кстати, мы тоже чуть позже проверим. Теперь предлагаю перейти к не менее значимой и интересной части этого смартфона, а именно его дисплей. Изготовлен, кстати, по технологии AMOLED и могу подметить, что он уж прям очень яркий. Цветопередача здесь выполнена просто великолепно и не случайно, потому что разрешение экрана 2400 пикселей на 1080. В общем, динамическое кинцо вам будет смотреть в кайф. Рамки, кстати, здесь очень тонкие, тем самым дисплей захватывает 99% всей поверхности экрана. Только сверху мы можем заметить малюсенький вырез под фронтальную камеру и небольшое утолщение рамки снизу экрана. Ну и, наверное, самая главная фишка дисплея Mi 11T Pro это 120 Гц. Да, 120 Гц не умные, как на iPhone 13 Pro, но зато они реальные, в отличие от Poco X3 Pro. Вот реально, я листаю рабочий стол, ленту соцсетей и вот прям ощущается эта плавность. Короче, сделано с кайфом. Ну и на этой ноте мы плавно переходим к камере этого смартфона, а поверьте мне, здесь есть на что посмотреть. Ну а перед тем, дорогой зритель, раз ты уже смотришь видео на этом моменте, то попрошу тебя проверить под ним наличие твоего лайка. Данный ролик дался мне очень тяжело и я надеюсь, ты оценишь мой многочасовой труд одним своим действием. Надеюсь, ты меня понимаешь, а теперь продолжим. Вообще, здесь 4 камеры, 3 основных на 108, 8 и 5 мегапикселей и одна фронтальная на 16 мегапикселей. Зум в режиме фото здесь достигает аж целых 10х. И даже на таком сильном увеличении фотография все равно остается достаточно четкой. Короче, в плане приближенной фотографии этот телефон явно получает лайк. Портретный режим работает не только на определение людей, но и на все объекты. Ну и, конечно же, искусственный интеллект делает свою работу. А еще вот одна очень важная деталь, что переход с разных режимов камер, например, с обычный на ширик, очень плавный. Причем это касается и фото, и видеосъемки. Если честно, то такое я ранее видел только на iPhone. Кстати, да, давайте поговорим про видеосъемку. Кто смотрел мое видео про Poco X3 Pro, тот помнит про специальный режим видеосъемки ультрастабилизации. Так вот, в Mi 11T Pro этот режим видео встроен по умолчанию. И при этом работает так и на 60 фпс, так и в 4к и даже в 8к. Да, кстати, кто не знал, то на Mi 11T Pro можно снимать видео в 8к разрешении. Но, к сожалению, только в 30 фпс и длительностью не более 8 минут. Ну а еще также есть режим супер макро видеосъемки на широкоугольную камеру, прям как на iPhone 13. А пока предлагаю вам посмотреть, насколько безупречно работает зум и стабилизация видеосъемки на Mi 11T Pro. Как и говорил, я приближаю и переход между различными камерами при зуме вообще никак не заметен. Ну и если также кликать на эти кнопки приближения, то картинка увеличивается моментально. А теперь внимание, главная магия этого телефона. Его ультрастабилизация, которую даже не стоит подключать. Как вы можете заметить, я просто поворачиваю камеру рукой. А на видео с телефона ощущается так, как будто я это делаю со специального штатива. Вот я стараюсь достаточно сильно трясти телефоном, а на видео хоть бы хны. Все максимально стабильно и четко. Не, ну реально это прикол какой-то. Это реально какая-то магия. Я даже на айфонах, даже на последнем iPhone 13, я такого не видел. Иногда мне кажется, что Xiaomi давно обогнали Apple. Стабилизация видео при максимальном зуме тоже достаточно неплохая. Учитывая то, что это опять же самый максимальный зум на видео. Короче, как вы могли понять, на Mi 11T Pro можно смело снимать годное кинцо. При этом за его-то цену в 55 тысяч рублей это более чем хорошо. Ой, мы совсем забыли про фронтальную камеру. Но тут на самом деле ничего необычного нет. Камера как камера снимает хорошо. Искусственный интеллект тоже хороший. Но при этом никаких отличительных особенностей я здесь не замечаю. Просто хорошая фронтальная камера. Напоминаю, что она здесь 16 мегапикселей. И напоминаю, что это всего лишь небольшая точка сверху экрана диаметром менее полусантиметра. Короче, кайф, мотивкар одобряет. Ну и в принципе, единственное, о чем я вам еще не рассказал, так это железо этого телефона. Но поверьте мне на слово, ребят, это один из самых мощнейших флагманских телефонов на 2022 год. Здесь установлен один из самых мощнейших мобильных процессоров в мире, уступающий только Apple A15 Bionic. А именно Qualcomm Snapdragon 888. А в комбинации с 12 гигабайт оперативной памяти этот телефон автоматически превращается в PlayStation 5. Короче, в PUBG Mobile на этом телефоне можно официально играть в 120 фпс. А в Fortnite даже на эпических настроях графики и при 100% 3D разрешении можно спокойно играть в стабильные 60 фпс. Причем эпическая графика на этом телефоне намного лучше той же самой эпической графики, только на моем телефоне. В общем, для мобильного Fortnite самое то. Но подробнее об этом мы поговорим уже в следующем видео, где я буду прям конкретно тестировать железо этого телефона на примере самой требовательной игры на смартфоны. А именно Fortnite. Контента реально много и я не смогу уместить это все в одном видео. Короче, есть на что посмотреть и если вам это интересно и вы вдруг впервые на моем канале, то обязательно оформляйте подписку, чтобы не пропустить новые не менее интересные видео. Ну и на этом у меня пока что для вас это все. Огромное спасибо за просмотр и если это видео было вам интересно, то обязательно ставьте лайк для его продвижения. Пишите в комментариях, какой телефон именно у вас и поменяли бы вы его на Mi 11T Pro. Ну а если вдруг вы сами являетесь счастливым обладателем этого телефона, то не оставайтесь в стороне и расскажите нам, как этот телефон вам со стороны пользователя. Все ли верно я сказал в этом обзоре или наговорил что-то лишнего? Было бы интересно об этом узнать. Ну а если ты хочешь халявный лайк лично от меня, то обязательно в комментариях пиши слово Xiaomi. Только так я смогу понять, что ты досмотрел это видео до конца, ну и конечно же все подобные комментарии я обязательно лайкну. Ну а по традиции с вами как всегда был Матвей. Аста луэго.